Всем привет! Стандартный слайд, не забывайте отмечаться. Всем большое спасибо за обратную связь. Кто отвечает? Смотрите, сегодня мы будем говорить про сеть. Это такая большая тема, собственно, все, что с ней связано на андроиде, мы будем обсуждать. В самом конце лекции мы еще поговорим по поводу ваших проектов, но это будет уже в самом конце. А пока что давайте начинать. Вообще, кто писал какой-то сетевой код, который какие-то делает запросы через сокет, через HTTP на любом языке программирования? О, ну супер, то есть все. Ну круто. Значит, вам, в принципе, тогда особо много объяснять не надо. Значит, о чем надо помнить? Значит, то, про что уже говорили, да? О том, что в андроиде все колбэки в Activity вызываются в основном потоке, и если вы начнете там работать с сетью, у вас приложение начнет тормозить. То есть если вы будете в тех же методах, там, в том же потоке вызывать реквесты, они, соответственно, будут тормозить все ваше приложение, потому что работа с сетью — это обычно достаточно медленный процесс, да? Соединения с сервером может не быть, оно может быть медленным, объем данных скачиваемых может быть очень большим, и поэтому, соответственно, приложение будет фризиться от этого. Поэтому не забываем на том, что в андроиде все сетевые запросы необходимо делать в фоновом потоке. То есть мы создаем какой-то фоновый поток различными способами, какой вам больше нравится, там делаем запрос, и, соответственно, то, что нам вернулось, обычно мы это используем уже в нашем UI, да? То есть в графическом интерфейсе нам надо обновить состояние каких-то полей, кнопок, там, списков. Это мы делаем уже в основном потоке, потому что, собственно, с UI мы работаем в основном потоке. Вот, не забываем про вот этот переход. Дальше. Что надо помнить про андроид вообще тоже, в частности? Надо экономить трафик. То есть у вас все-таки это мобильный телефон, это не ноутбук. Зачастую трафик не бесплатный, да? Сейчас, конечно, есть много каких-то там уже неэлиминтированных тарифов, но обычно у человека объем данных ограничен, который он может скачать. Потом скорость соединения через мобильную сеть обычно не очень высока. Несмотря на то, что сейчас есть уже сети четвертого поколения, LTE много где, надо не забывать, что во многих местах по-прежнему еще даже может встретиться EDGE, то есть сети второго поколения. Они очень медленные. Если вы будете пытаться через них пропустить большой объем данных, они будут закачиваться очень-очень медленно. Поэтому надо об этом помнить и стараться как бы экономить, и объем данных использовать небольшой. Батарейка. Соответственно, ваш телефон живет от батарейки, она не безграничная, разряжается телефон быстро, именно из-за того, что много приложений в фоне, часто что-то закачивают из сети. Google сейчас с этим активно борется. Они много чего за последние, наверное, два года сделали для того, чтобы пользователи старались в фоне ничего не загружать. Мы про это еще на следующей лекции как раз поговорим, про сервисы в Android, как они работают. Но, собственно, если ваше приложение уходит в фон, какую-то сетевую загрузку необходимо прекращать. То есть прекратили, вернулись из фона, возобновили. Опять же, что надо помнить, то, что, наверное, там, с чем вы сталкивались в домашнем задании. Если вы уходите в фон, потом возвращаетесь, вам надо хранить как-то ссылки на потоки, на реквесты, которые выполняются в фоне, да, и их как-то завершать, чтобы, как бы, все это работало нормально. Дальше. Персональные данные пользователя. Все пользователи очень чувствительны к тому, как их данные хранятся на телефоне и как они куда-то передаются там третьим лицам. И хотят, что если они вашему приложению даже доверили, чтобы эти данные не попали к кому-то еще. Поэтому по возможности необходимо использовать защищенное сетевое соединение для того, чтобы, собственно, данные не были украдены кем-то еще. Кратко про сеть. Если кто не знает вообще, как она работает, да, на данный момент самый распространенный протокол — это интернет-протокол IP версии 4. Сейчас он потихоньку как бы умирает. На смену ему пришел IPv6, да, потому что столкнулись с той проблемой, что у нас ограниченное число адресов, да. То есть вот IP-адрес у любого устройства представлен вот такой примерно маской, да. Это там четыре группы цифр от там единицы фактически до 255, вот. И еще там у вас есть ограниченное число портов. Вот, то есть вот здесь там примерное число максимальное устройство, которое может иметь IP-адреса, да, 4 миллиарда. Понятно, что это примерная цифра, потому что некоторые сетевые как бы подсети, они зарезервированы, да. То есть для каких-то служебных целей, типа, например, 127.0.0.1, все знают, да, это обычно ваш local IP, то есть вашего прямого устройства на нем. Всегда можно получить к нему доступ по этому адресу. Какая-нибудь группа 192.168, да, и там под диапазон они тоже отдаются всем, кто может использовать. Поэтому если у вас дома какой-нибудь там роутер, да, у вас обычно ваша подсеть, это какая-нибудь там 192.168, и дальше какой-то ваш IP-адрес. Это для внутреннего использования, грубо говоря, этот диапазон был использован. Вот, ну и устройств на самом деле очень много. Конечно, не знаю насчет 4 миллиардов, но вполне возможно, да, если посчитать количество компьютеров, настольных, ноутбуков, планшетов, телефонов. А в последнее время у нас появились даже лампочки, которые по Wi-Fi подключаются. Понятно, что такого диапазона на всех не хватит. У IPv6, я честно не помню, какой диапазон уже, он очень большой, там в виде 16-ричных уже чисел представляются эти маски, и они существенно больше, поэтому… Но вот сетей IPv6 сейчас очень мало. Но про это надо не забывать, что по-хорошему ваше приложение должно работать и в сетях IPv4, и в IPv6. В рамках нашего курса вы никак не будете сталкиваться с каким-то там кодом, которым вам надо индивидуально писать для того, чтобы он работал в разных этих подсетях. Вы будете использовать существующие библиотеки, и там все уже сделано за вас. Значит, теперь смотрите. Собственно, сетевое взаимодействие, как оно происходит. Ну, я думаю, что так как вы большинство писали сетевой код, что вы знаете, это происходит в основном на основе так называемого сокета API. То есть по-хорошему сокет — это как файл, который вы открываете, туда что-то пишете, из него читаете, а на другой машине другого сокета также читают и пишут. Получается такая передача данных как по трубам. Вот тут примерно пример того. Значит, поверх протокола IP, да, у нас идет, соответственно, два протокола — UDP и TCP. UDP мы не будем в нашем курсе рассматривать. Это без подтверждения доставки протокол, да, то есть это датограммы так называемые. Вы отправили, и пакет либо долетел, либо не долетел до получателя. И это обычно используется, ну, в каких-то очень высоконагруженных системах, там, где критична скорость доставки, потому что за счет того, что не надо подтверждать доставку, да, скорость происходит быстрее обмена данными. Вот, и там, где, собственно, не критична потеря некоторых пакетов. Вы, наверное, знаете, если играли в компьютерные игры по сети, иногда бывает у вас там что-то подлагивает чуть-чуть, какой-то там кадр пропал или еще что-то такое. В целом это на качество игры сильно не сказывается. Ну, то есть чуть-чуть притормозило, но в целом нормально. Это просто у вас там потерялось несколько там UDP пакетов, но как бы игра продолжила дальше работать, все нормально. Но тот протокол, который, собственно, мы будем использовать, в основном, это протокол TCP, он гарантирует, во-первых, порядок доставки, да, сообщений, ну, и то, что они будут доставлены. Значит, когда мы говорим про вот эту отправку данных, да, через протокол TCP, собственно, интересен вопрос, как осуществляется эта передача данных, да, то есть сам процесс от начальной точки до конечной. У нас необходимо установить соединение с сервером, да, передать какие-то данных, разорвать соединение. И вот, например, на процесс соединения на него тратится достаточно объем, ну, приличный объем данных. То есть установка соединения, оно на самом деле в рамках TCP не самая дешевая операция. Вот. Поэтому есть как бы такая проблема, когда вам надо очень часто соединяться с сервером, как это правильно делать, потому что если вы будете постоянно устанавливать соединение с ним, то это накладные расходы и дополнительная нагрузка на тот же сервер, потому что, собственно, процесс, как я говорил, установки соединений тоже не дешевый ни по трафику, ни по выполняемым операциям. Значит, для этого... Сейчас я вернусь. В общем, есть вот этот метод, называется полинг, да, когда вы часто опрашиваете сервер. Это не самый эффективный механизм, но он вполне рабочий, и от вас, как от разработчика, не требует каких-то особых затрат. То есть вас не интересует, как устанавливается соединение, когда вам что-то надо переслать, вы просто оформляете как соединение с сервером, передаете данных, разрываете, и все. Но если ваш сервер обслуживает большое число клиентов, очень большое, у вас могут начаться проблемы с тем, что данные обмениваются очень медленно. Это потому, что, собственно, сервер перегружен, да, и вот эти постоянные подключения его заставляют работать очень медленно, и все новые клиенты помещаются в очередь. Поэтому работает такой механизм полинг очень медленно. То есть он, во-первых, накладный по трафику, то есть у вас большой расход на соединение, а во-вторых, собственно, на скорость соединения. Но он как бы простой в реализации. Есть еще такая система, ее придумали, называется лонг полинг, да, то есть что можно сделать? Мы отправляем запрос, но не разрываем соединение, да, держим его максимально долго. То есть если нам за сессию надо передать несколько данных, мы соединение тут же не закрываем, а продолжаем его держать открыто, и мы передаем данных. Такой механизм, он более компактный для передачи данных, да, у вас не тратится ни дополнительный трафик на установку соединения, вот, но вам надо его как-то поддерживать. То есть стандартными способами обычно то соединение можно держать только там, ну, некоторый, достаточно короткий период времени. Это особенно критично для телефонов, потому что когда вы ходите, вы на самом деле переключаетесь между сотовыми вышками, да, или, например, между вышками Wi-Fi, которые у вас есть, и у вас спокойно может меняться в процессе IP-адрес, да, то есть у вас меняется подсеть, меняется IP-адрес, и соединение у вас в таком случае разрывается. И, в общем, для обеспечения постоянного соединения с сервером, да, вообще придумали такой лонг-поллинг очень сложный, который предоставляет буквально несколько компаний, да. На сегодняшний момент это Google, у Амазона есть, у Фейсбука, у Mail.ru есть, у Яндекса есть, но в основном могут это позволить себе только крупные компании, потому что, во-первых, на это надо большое число серверов, это нетривиальная реализация со стороны клиента, да, поддержки соединения, потому что надо уметь переустанавливать соединения. Но для вас, как для клиента, все довольно-таки прозрачно. Вы устанавливаете, как бы, соединения, получаете данные, а как они к вам пришли и как отправились, вас не очень волнует. В рамках курса мы, наверное, попозже поговорим про такую штуку, называется она Firebase Cloud Messaging. Раньше это называлось Google Cloud Messaging. Это система отправки, собственно, сообщений через Google, да, через их облако, и, собственно, они поддерживают вот это соединение. Значит, начиная с Android 6.0 появилась такая штука, называется Dose Mode, то есть это режим глубокого сна. Это когда телефон определяет, что он сейчас в неактивном режиме. Это обычно определяется, что он лежит на горизонтальной поверхности, никто его не трогает, да. В этот момент телефон очень глубоко засыпает, то есть он все процессы останавливает, все соединения, как бы, разрываются, и потребление батарейки в этот момент очень низкий. Но есть проблема в том, что если ваш клиент, да, на Android чувствителен к обновлению данных, он не может в этот момент, как бы, проснуться, что-то скачать, нельзя, как бы, с сервера, опять же, передать как-то данные на ваш клиент. И единственный, на самом деле, рабочий механизм — это Google Cloud Messaging, ну и в данном случае это Firebase. Значит, для Firebase Google сделал исключение, да, то есть у них так все хитро устроено, что Android вот даже в этом режиме Dose Mode через вот этот Cloud Messaging поддерживает соединение. Обычно, соответственно, делается это так, когда вам надо обновлять какие-то критичные данных, вы настраиваете, соответственно, на своем сервере механизм отправки вот этих сообщений клиентам через Google Cloud Messaging, отправляете сообщение, клиент его получает, просыпается, и в этот момент, соответственно, он может начать какое-то сетевое взаимодействие. По-другому, в принципе, как бы не получается. Значит, в рамках нашего курса мы, в принципе, будем использовать протокол вообще HTTP, да, то есть, но с сокетами вы должны быть знакомы, да, то есть на Android можно работать напрямую через сокеты. То есть если вам нужен просто протокол TCP, здесь вот вам пример, как достаточно просто установить соединение на клиенте с сервером. Да, вам надо создать, соответственно, сокет, там указать, соответственно, destination адрес, к кому вы будете подключаться, порт. Потом вам необходимо создать буфер, куда вы будете там читать данные, получить input stream от сокета, начать, соответственно, там в цикле читать в буфер из сокета input stream, не забывать обрабатывать исключения, их могут быть большое число, да, unknown host exception может произойти, если такой сервер не найден, да, потому что вы можете указать не прямой IP-адрес, а, собственно, хостнейм, типа там, mail.ru, да. Это значит, что сначала клиент ваш отправит запрос к DNS-серверу, domain name server, узнает, собственно, его настоящий IP-адрес, и только потом к нему установят соединение. Если DNS-сервер ответил, что, собственно, такой хост он не знает, то вы получите вот этот вот unknown host exception, то есть нету такого хоста, и мы не знаем, что делать дальше. Ио exception – это, соответственно, input-output exception, да, в Java, он может произойти во время передачи данных, в том, если вдруг произошел разрыв соединения, вы сеть потеряли или еще что-то такое, он может у вас произойти, соответственно, не забываем. Вот, ну и самое главное, в конце не забываем сокет закрывать, потому что сокет – это на самом деле как бы только Java-обертка, внутри там есть нативный код, он открывает настоящий дескриптор, да, это в Linux-е идентификатор ресурсов, да, и у вас получается открытый ресурс. Если вы сокет не закрыли, у вас этот ресурс становится открытым, и он ни в какой момент времени больше не закроется. И если у вас много сокетов вы создаете, у вас увеличивается число открытых дескрипторов. В какой-то момент времени можно вообще добиться состояния, то, что нельзя, собственно, открыть новые дескрипторы, потому что на них есть лимит. Поэтому, когда вы работаете с файлами или с сокетами, надо не забывать их всегда закрывать. Это очень важно. Вот. Через сокет вы можете, соответственно, передавать какие-то plain данные. То есть, если вы, например, хотите сделать свой протокол, какой-то очень компактный, например, передавать бинарные структуры данных, вам не нужен HTTP, да, вы можете, в принципе, использовать сокеты. В рамках ваших проектов вы можете использовать сокеты, если на то есть причина. Но API не самый простой, и вам, собственно, очень много придется делать работы вручную. Вот здесь вот код работы с сокетом написан. А знаете, как можно его сократить? Да, это называется конструкция trial.resources. Да, это называется конструкция trial.resources. Да, через прямую черту, да, в принципе. Вот. Но это у нас код старый. Вот. Мы его давно уже используем. Вот. Но он в любом случае работает. Так. Но. Я не знаю, там, 90% всех Android разработчиков при написании своих приложений используют сейчас протокол HTTP. Он очень распространен, он прост, потому что через него передаются данные фактически в текстовом виде. Да. Он, соответственно, всегда имеет заголовок какой-то там и потом имеет, соответственно, уже body, да, то есть тело ответа какое-то там. Вот это пример get-запроса. То есть, когда вы устанавливаете соединение, вы там пишете вот так get, HTTP 1.1, указываете, какой у вас там юзер-агент, там connection, например, тут же закрыть, и вам приходит ответ от сервера. Тоже там, например, 200 ок, да, означает, что все нормально, никаких проблем нету, и сервер вам готов что-то вернуть. Здесь еще может быть content type, указан, соответственно, какой тип данных вам вернулся. Если там это HTML-страничка, например, то у вас будет тут текст HTML, там, и чарсет указан, например, utf-8. То есть get-запрос – это когда вам не надо ничего передавать, как бы, на сервер, вы только получаете данных. Единственный способ передать какие-то параметры – это вот в URL, да, в адрес сервера вы, соответственно, дополняете, знаете, наверное, там такие амперсант, знак вопроса, и там, соответственно, ключ-значение, можно какие-то пары передавать. Но какая есть проблема? Вот эти данные, которые вы передаете через get-запрос, они в открытом виде, потому что они идут через кучу всяких ресурсов, через кучу маршрутизаторов и так далее, и эти данные можно перехватить и что-то из них выцепить. Поэтому, по-хорошему, там не должно быть никаких чувствительных для пользователя данных. Если вам надо что-то передать на сервер, такое более чувствительное, лучше использовать для этого метод post, где вы в баде в своем, да, в теле, вы можете передать какие-то данные. Вы их, во-первых, можете зашифровать, там, что-то там дополнить, и post, он нигде не будет в фильтрах как бы фигурировать, его вытащить немножечко сложнее. Вот здесь пример, собственно, да, post-запроса. Он почти как get, но отличается тем, что у вашего запроса есть еще то же тело, то есть не только того, как сервер возращен. Вот, но вообще в идеале надо использовать HTTPS-соединение, да. HTTPS — это, соответственно, Secure Socket Layer, SSL так называемый, вот, и, соответственно, он обеспечивает шифрование на уровне протокола. Вам не надо ничего придумывать самому, никак хитро шифровать данные, вы просто используете SSL, и данные шифруются там автоматически, вот, между вашим клиентом и вашим сервером. Здесь показан пример, да, примерно, как работает. Там гораздо сложнее процесс установки соединения, потому что там помимо connection еще появляется handshake, когда вашему серверу и клиенту необходимо обменяться, там, парами секретных ключей, вот, поэтому соединение HTTPS, оно как бы дороже. Плюс у вас появляется шифрование на этапе как отправки, так и принятия данных, поэтому это, опять же, нагрузка на CPU, но в наше время это не очень критично, и объем данных не такой большой, чтобы на этом как-то сказывалось вот эти дополнительные накладки. Значит, есть проблемы на Android 4.0, но благо про Android 4.0 и ниже уже, в принципе, можно забыть. Там были проблемы с хранением вот этих сертификатов на устройстве, можно было свои там рутовые сертификаты добавлять, а значит, их подделывать. В общем, сейчас, в принципе, особых проблем с HTTPS на Android нету. Если мы начинаем работать с 4.4, то у нас, в принципе, все хорошо. Про что, в принципе, надо еще помнить? Очень часто, если вы тестируете HTTPS протокол, да, у вас, ну, между клиентом и сервером, на этапе тестирования на сервере обычно используются так называемые самоподписанные сертификаты. Это стандартная практика, потому что получить SSL-сертификат – это как бы не такая простая задача. И надо обращаться в специальное там агентство, платить денежку, получать этот сертификат, и процесс небыстрый. В крупных компаниях это еще усложняется обычно тем, что этим занимается какой-то отдельный отдел, вам надо как-то их попросить, то есть завести на них задачу, они в какой-то момент времени ее выполнят, потом этот сертификат вернут. В общем, обычно занимает время, а тестировать вам, как обычно, надо уже вчера. Поэтому очень часто используются так называемые самоподписанные сертификаты, то есть вы его создаете на своем компьютере и кладете на сервер. Android по умолчанию с такими сертификатами не работает. Ну, то есть он делает запрос и, соответственно, потом будет отваливаться с ошибкой, что антраст – это, соответственно, сертификат, и никак работать не будет. Есть способ нормальный, мы тут не будем его рассматривать, но можно спокойно Google написать, да, и на Stack Overflow вам будет, как написать, собственно, код, который будет проходить такие ошибки, да, то есть там надо специальный перехватчик вот этих вот SSL-обращений написать свой собственный, вы его, соответственно, вставляете себе и просто на любой сертификат говорите, что все окей. Да, то есть не Android уже проверяет этот сертификат у, соответственно, вот этих рутовых корневых сервисов, а вы сами, и вы говорите, окей, сертификат нормальный, тогда проходит. В общем, очень важно не забыть перед релизом вот этот код убрать, да, потому что иначе, если у вас код принимает любой HTTPS сертификат, у вас могут начаться проблемы. Самое распространенное, это атака называется man-in-the-middle, когда посередине между сервером и вашим клиентом появляется третий узел передачи данных, да, это может быть, например, какая-то точка доступа, вот, которая будет, соответственно, подменять сертификаты, клиент, соответственно, ваш примет их, потому что как бы все окей, но, соответственно, в этой точке уже известна пара ключ, соответственно, клиент-сервер, которые передаются, и можно все данные дешифрировать, и, соответственно, никакой защиты у вас нет. Это самая распространенная атака на HTTPS соединение, и именно из-за этого надо не забывать, собственно, вот этот код проверки сертификатов, если он у вас есть свой, его убирать перед релизом. Это, как бы, достаточно важная часть. Теперь давайте поговорим, ну, собственно, обсудили, да, то, что у нас TCP, мы используем HTTP, через HTTP мы передаем наши данные. Либо это HTTPS для конечного пользователя, ну, для разработчика, для вас, в принципе, не важно. Вы отправляете текстовые данные, и вы их, собственно, обратно получаете. Данные можно даже, в принципе, отправлять бинарные, но их надо представлять тогда в строковом виде. Для этого используется, называется, Base64-кодировка, вот, вы в нее, собственно, помещаете данных. Но объем бинарных данных в этом случае увеличивается, да, то есть надо стараться их не передавать через этот протокол HTTP. Если вдруг так получилось, что у вас большие какие-то свои собственные, хитрые структуры данных бинарные, подумайте о том, чтобы их передавать не через HTTP, а написать, собственно, собственный протокол на основе сокетов, через TCP все гонять. Но для того, чтобы передавать по HTTP в Android, в принципе, уже сразу в SDK есть несколько способов. Значит, старый способ, он назывался HTTP-клиент. Это, как там, Apache, да, по-моему, Apache, соответственно, package. Он на данный момент уже деприкейтед. То есть он не то, что даже деприкейтед, в последних SDK его просто нет. Если вдруг он по какой-то причине вот вам очень нужен, и без него жить вы не можете, он все еще распространяется в виде отдельного jar-файла. Внутри Android SDK его можно найти. Называется что-то там типа HTTP, Legis, что-то там, .jar. Вы его можете поместить в свой проект, и у вас этот HTTP-клиент будет доступен. Но я вам его не рекомендую использовать. Google от него отказался в силу громоздкости, в силу того, что вроде он работает медленно. Хотя, ну, про это было очень много разговоров. К точному, по-моему, мнению люди не пришли. Собственно, почему так сильно Google обозлился. Но HTTP-клиент нам больше не доступен. На данный момент самый распространенный способ, это называется HTTP URL Connection. Значит, это один фактически класс, да, через который вы там вызываете, там несколько методов. То есть он очень простой в использовании. Если взять вот HTTP-клиент, который, да, предыдущий, там он создавался еще в эпоху такой Java, там, Enterprise, и очень сложен в использовании. То есть там куча разных классов, фабрик, вам все это надо вместе соединять, как-то использовать, то с HTTP URL Connection все гораздо проще. Там фактически один класс, несколько методов очень простых, и он позволяет, ну, в общем, использовать все, что вам надо, да, там, соответственно, передавать данные по протоколу HTTP. Вот тут примерно указано, как это делать. Значит, смотрите, код вообще очень простой. Первое, про что надо не забывать, в Android-манифесте всегда объявляем Permission Internet. Это Permission Normal. Кирилл вам на прошлой лекции про Permission рассказывал, вы, надеюсь, все прекрасно поняли. Такой Permission Normal, он выдается системой по умолчанию. То есть если он у вас в Android-манифесте прописан, вам его в рантайме отдельно запрашивать не надо, он вам будет выдан. Без него никакая сетевая активность в приложении доступна не будет, да, то есть у вас просто ничего не будет работать. Поэтому про него надо не забывать. Но, насколько я помню, Android Studio сейчас по умолчанию опыта, не помнишь, по-моему, сразу в Android-манифест помещается, если вы через визор создаете. Я вот точно не гарантирую, но, по-моему, это так. Но это надо проверять. Значит, соответственно, вы создаете URL, да, там какой-нибудь адрес, дальше класс URL Connection, соответственно, открываете соединение, указываете метод, который вы будете выполнять, в данном случае это get-запрос. Вот. Получаете input stream, читаете, и, соответственно, не забываете закрыть потом в конце соединения. Все. То есть вот буквально тут их сколько там, шесть строчек кода, и вы считали данных по сети через протокол HTTP. Значит, вот здесь чуть-чуть посложнее код, тут на несколько строчек больше, если вы хотите, соответственно, отправлять какие-то данные и использовать для этого метод post. Вам, соответственно, необходимо это указать. Вам необходимо поставить флаг setDoOutputTrue, да, говорить о том, что вы будете что-то писать. Соответственно, получить output stream у Connection и записать туда какие-то данные, а потом получить input stream и, соответственно, их также прочесть и разорвать соединение. Здесь, соответственно, можно указывать, как видите, addRequestProperty, это на самом деле HTTP заголовок, если вы хотите указать тип данных, да, которые вы там принимаете, отправляете, и UserAgent, если вы, соответственно, хотите указать какой-то кастомный UserAgent. По UserAgent сервер может определять, это пришли, например, из приложения запрос на сервер или из браузера, да, потому что у каждого браузера свой UserAgent и обычно на клиенте мобильном вы тоже указываете какой-то кастомный UserAgent и иногда это помогает серверу как-то там статистику проанализировать, сколько запросов приходит из веба, сколько с мобилы и так далее. Все понятно, как бы ничего вроде сложного нет. То есть на самом деле API по работе с сетью в Android очень простой по сравнению с тем, как, например, вам это надо делать, я не знаю, там на C++, где вообще по умолчанию, да, ничего нету, и вам надо использовать, я не знаю, какой-нибудь там Boost, ASIO, вот, то тут все довольно просто. Вот API простой, ничего сложного нет, самое главное, про что помните, это то, что вот выполнение вот этого всего кода в UI потоке его подвесит. Вот этот код, он выполняется синхронно, да, то есть пока вы данные не вычитаете, у вас, соответственно, метод этот не завершится, поэтому вот эти все запросы вы делаете в отдельном потоке. Если вы будете реализовывать свой механизм передачи данных, да, какой-то хитрый, я бы вам не рекомендовал на каждый отдельный запрос создавать либо, ну, отдельный поток всегда, да, и его завершать. Это обычно накладно для операционной системы, потому что создание потоков, это тоже непростая операция для операционной системы, можно ее в идеале пощадить, плюс будет у вас экономия расхода памяти, пускай там и небольшая. В идеале вы должны создать какой-то пул потоков и его использовать всегда для выполнения сетевых соединений, то есть там какой-нибудь экзекьютор заводите на несколько потоков, может быть, на один, и пускай он крутится и все время выполняет ваши запросы. Вот, но бывают случаи, когда вам не только данные какие-то, да, просто по HTTP надо передать на сервер, туда-обратно что-то отправить, принять, ну и, например, отобразить HTML-страничку в вашем приложении. И для этого в Андроиде есть такая штука, называется WebView. Про нее, по-моему, мы говорили там на одной из первых лекций, да, это специальная вьюшка, которая может отображать как локальные HTML-данные, да, если они у вас где-то есть просто HTML, либо она может, соответственно, загрузить страничку через интернет и ее вам вот так вот показать. Собственно, для работы в WebView тоже необходим permission Internet, да, несмотря на то, что вы сами как бы не делаете никакого сетевого взаимодействия, не пишете, надо не забывать, что, собственно, WebView, она внутри использует HTTP-запросы, и доступ к интернету ей нужен. Значит, для того, чтобы встроить в ваше приложение WebView кода надо вообще очень мало. Где-то в лейауте в своем вы объявляете WebView, да, там, соответственно, задаете ей какой-нибудь ID-шник. Потом в Java коде в своей Activity вы WebView находите и вызываете метод loadURL. Это самое простое использование вообще WebView, то есть самое примитивное. На самом деле методов там очень много. Там есть так называемый еще веб-клиент, который можно внутрь в WebView передать, где можно инициализировать дополнительные параметры, и можно передавать различные листинеры, которые обрабатывают коллбеки при каких-то событиях, например, при начале загрузки страниточки и при ее завершении. Для чего это надо? Значит, очень часто сейчас, ну, там уже, я не знаю, несколько лет, при авторизации в различные системы, будь то, я не знаю, там, GitHub, какой-нибудь там ВКонтакте, одноклассники и даже в Mail.ru, есть авторизация пользователя, которая называется как бы OAUS, да, Open Notification. Она работает очень просто. Вы определенный URL-адрес открываете, по нему у вас открывается HTML-страничка с формой логин-пароль, вы вводите как пользователь, соответственно, логин, пароль, окей, и сервер перебрасывает вас на какой-то другой адрес, который вы в этом URL-е указывали, и плюс туда подставляет так называемый токен, да, это специальный ключ, да, зашифрованный, с помощью которого ваше приложение потом может делать запросы. То есть у большинства сервисов их API, они закрыты, вы не можете взять и получить там у ВКонтакта, там у любого пользователя список друзей, там музыку раньше можно было, да, запрашивать, сейчас это вообще там убрали, какие-то там вступить в группу, выйти из группы и так далее. То есть все эти сетевые запросы, они защищены, соответственно, авторизацией, не авторизовавшись, вы их делать не можете. Для этого, собственно, вам и нужна часто ОАУС. В ваших проектах вы будете использовать, мы не знаем, какие сервисы, да, это ваш выбор, но скорее всего какие-то сервисы с авторизацией. У некоторых из них есть нативная Android SDK, то есть вам на самом деле делать много не надо, вы берете, если это ВКонтакте или Facebook, подключаете к себе их библиотеку, вызываете нужные методы, типа логин, например, у вас показывается уже там формочка с логином, либо из приложения, либо в браузере, пользователь авторизуется, и вы только получаете подтверждение, что все хорошо или наоборот все плохо, ну, пользователь отказался, неправильно ввел там пароль и так далее. Но есть некоторые сервисы, у которых нету SDK для Android, и часто вот эту авторизацию надо делать самим. И вот самый простой способ в Android это делать через WebView. То есть вы у WebView, когда вы указываете вот этот load URL, сюда указываете дополнительные параметры через вот эти ampersand, да. Обычно вы туда передаете какой-нибудь клиент ID, ID вашего приложения, какой-нибудь еще служебный ключ и URL, на который сервер вас должен потом перенаправить. Потому что как это делается в понимании сервера? У вас есть страничка, скажем, ну, ваш там моймагазин.ру, например, да, и вы делаете там авторизацию пользователя через ВКонтакте. Пользователь вводит вот эти данные, вы делаете запрос в ВКонтакте и указываете вот этот вот redirect URL ваш сервер, там, моймагазин.ру, и после завершения, соответственно, авторизации сервер перенаправляет пользователя обратно на вашу страничку, да, то есть на ваш же магазин, но в запросе уже фигурирует вот этот токен, который вы можете вычитать. И пользователь, как бы, получается, авторизовался и вернулся на страничку вашего магазина. Все нормально, но на мобильном клиенте вам на самом деле не надо никакую вашу собственную страничку обратно открывать, то есть ее зачастую у вас даже нету. Вам надо только получить токен, а потом его использовать при соединениях через тот же URL клиент. Поэтому вы указываете в качестве redirect адреса какой-нибудь абсолютно несуществующий ход, хост, например, там example.com, да, там mysecretsite.com, и, как я говорил, у WebView можно указывать вот эти перехватчики загрузки страниц, и в них вы, соответственно, смотрите, куда вас redirectят, и если там есть в адресе вот этот ваш адрес, это значит, что все, процесс авторизации завершился, то есть сервер вас уже перебросил, и в этом, соответственно, уже адресе существующем надо искать вот этот вот токен. Будет пример чуть позже, я покажу прям на основе гитхаба, как можно, соответственно, получать вот эти токены. То есть вот WebView обычно используется для этого. Конечно, на WebView при желании можно построить все приложение, да, то есть были прецеденты, Facebook в свое время пытался свое приложение не делать, а делать фактически один WebView, и чтобы в нем все работало, но работает это обычно медленно, плюс надо не забывать, что данные никак не кэшируются, и такое приложение работает только при наличии интернета, то есть без него у вас ничего работать не будет. Это вот все, что касается авторизации. Ну, собственно, про WebView и об HTTP поговорили, теперь поговорим про передачу данных. Собственно, когда вы работаете с сервером, какое-то у вас взаимодействие, конечно, вы не пересылаете, например, HTML-странички, то есть они вам бесполезны, такие данные вам не нужны, парсить HTML очень сложно. Обычно вам надо передавать какую-то структуру данных, то есть информацию о пользователях, информацию о товарах, информацию, опять же, о покупках, ну, в общем, куча разных данных. Какое-то время, очень длительное, очень распространенным форматом передачи данных был XML, который мы сейчас видим внутри Android при разработке, собственно, у нас всякие лаяуты, Android-манифест, XML, это потому что, собственно, Android разрабатывался в начале 2000-х годов, когда XML был очень популярен. XML – формат текстовый и очень объемный, то есть вы знаете, да, там есть вот эти теги, они занимают много места, то есть это текстовые данные, текст, то есть это, соответственно, лишние все байтики. А более современный вариант называется JSON. JSON – это вот самый распространенный формат передачи данных. Расшифровывается он как JavaScript Object Notation, собственно, он потому что пришел из JavaScript окном. И описание данных выглядит, ну, собственно, так же, как в JavaScript. Если вы писали на JavaScript, да, вы знаете, как там массивы, соответственно, и объекты выглядят, то для вас все будет понятно. Вот формат очень простой. Вот пример того, как выглядит у вас обычно JSON. Да, вот эти знаки-минусики – это на самом деле не текстовые какие-то поля, это просто в специальном вьювере, вот типа JSON-view отображается JSON. На самом деле это простая структура данных, у вас обычно начинается и заканчивается фигурной скобочкой, это какой-то объект. Потом у вас есть поля, они могут быть разного типа данных. Это может быть строка, число, вложенный объект, здесь, да, какой-то. Внутри объекта может быть, например, массив. Массив в себе может содержать, соответственно, те же самые числа и строки. И, соответственно, булевые параметры, включая еще параметр null, да, зарезервированный, если там данных нет. И данные, соответственно, могут быть вообще в том числе там и в Unicode, как видите, передаваться, то есть никаких проблем с этих нет. То есть вот это пример какого-то там JSON-объекта, вот, который, соответственно, у вас есть. Примерно так будут выглядеть все данные, которыми вы будете обмениваться сервером. Как видите, собственно, они занимают достаточно мало места, и, соответственно, поэтому JSON считается компактным по сравнению с JavaScript. Конечно, по сравнению с бинарными данными, с бинарной структурой данных, он достаточно большой, потому что у вас, соответственно, все данные надо представлять в текстовом виде. А надо не забывать, что если у вас это Unicode, то у вас один символ может быть там от одного байта и там четырьмя заканчивая на самом деле, да, то есть варьируется размер одного текстового символа. Вот, но для текстового протокола он достаточно компактный. Он легко читаем, да, то есть вы как человек просто можете посмотреть на данные и уже видеть, что здесь происходит. Когда вы обмениваетесь бинарными данными, основная сложность в том, когда вы отлаживаете ваше приложение, вы обычно не можете понять, что вам пришло. Ну, то есть пришел набор байт, и их как-то надо преобразовать в какую-то структуру. И если вдруг у вас проблема, вы не можете просто так под отладчиком, например, посмотреть на входящие данные и сразу понять, что что-то пришло не так, да, как-то не так сформирована структура данных, и именно поэтому у вас, собственно, приложение, например, падает, потому что у вас не может сформироваться объект из этих данных. В JSON все проще. Вы копируете, куда-то вставляете, смотрите, и просто там с помощью глаз можете уже найти ошибку. Это на самом деле очень помогает. Он использует простые типы данных, да, потому что есть, в принципе, много разных протоколов, в некоторых есть много разных типов данных, какие-то там, соответственно, это могут быть числа, то это уже будут целочисленные, там, с плавающей точкой, запятую. В JSON у вас просто number. Это на самом деле float, ну, то есть с плавающей точкой, но он называется number. Он гибкий, то есть из вот таких простых типов данных можно на самом деле строить очень сложные структуры, потому что у вас все необходимое есть. Это объект, это фактически ключ значения, да, структуры данных, массив, где у вас перечисление каких-то данных, и примитивные типы, строки, числа и булевые параметры. Все. Этого достаточно для того, чтобы, в принципе, сформировать очень сложную структуру. И он очень-очень-очень популярен. То есть, как я говорил, если вы передаете какие-то данные в современном мире, это обычно какой-нибудь будет JSON протокол. То, что он популярен, облегчает вам жизнь еще тем, что огромное число библиотек под разные языки программирования. На чем бы вы ни писали, даже если это не Java и даже если это не под Android, в любом современном языке программирования, либо в стандартной библиотеке есть уже работа с JSON, да, у вас просто из коробки, либо есть какая-то третья библиотека от стороннего разработчика, которая, собственно, реализовывает разбор JSON протокола, ну и формирование, соответственно, JSON данных. Поэтому, собственно, JSON очень-очень удобен. Я думаю, что в своих приложениях, которые вы будете писать, в своих проектах, вы активно будете JSON использовать. Поэтому с ним надо вам плотно познакомиться. Для того, чтобы в Android данные как-то либо упаковывать в JSON, либо вытаскивать оттуда, есть несколько стандартных таких вот классов. Во-первых, это пакет. Он называется org.json. Да, он есть прямо, собственно, в SDK Android. Во мне надо дополнительно что-то устанавливать. И там, на самом деле, очень небольшое число объектов. JSON array представляет из себя структуру данных массив. JSON object — это, соответственно, структура данных объект. JSON string — это, соответственно, строка. JSON tokener — это, собственно, разборщик JSON выражений. Обычно он используется, там, фактически один метод, там, как get... вот, next value он называется. И JSON exception. JSON exception — это исключение, которое может у вас произойти при разборе входящего JSON сообщения. Если вдруг структура данных сформирована неверно, то есть синтаксис неправильный, при разборе JSON у вас будет, соответственно, произведено вот такое исключение, и если вы его не обрабатываете, у вас приложение упадет, да, потому что это runtime exception так называемый. Вот, собственно, все. Использование очень простое. То есть вот вам для примера входящий JSON есть какой-то, и мы из него формируем какую-то структуру данных. Ну, пускай это будет называться урок, да, там, lesson. Как это делается? Вы создаете объект JSON tokener и передаете ему входящую строку. Строка, соответственно, содержится в JSON. JSON это то, что вам сервер вернует. Потом, соответственно, получаете у него next value и говорите, что это JSON object, да, кастите. То есть это значит, что вся структура данных, которых у вас пришла, это объект. Внутренне у него могут быть какие-то поля, но, собственно, из себя он представляет объект. Дальше, соответственно, вы создаете там какой-то этот класс и получаете данные из этого объекта, да, вот эти поля. С помощью методов getLong вы получаете, соответственно, тип данных long, с помощью getString вы, соответственно, получаете строку, да, то есть это в объекте у вас есть по ключ значения вот такие поля, timestamp, например, и файл pass. Соответственно, их значения вы получаете. Потом у вас внутри есть какой-то массив, там с какими-то карточками, вы, соответственно, получаете вот этот объект JSON Array, который вот здесь у нас, да, указан, и по нему итерируетесь. К сожалению, он не поддерживает стандартный, как бы, Java-итератор, поэтому нельзя использовать вот этот forEach механизм, надо использовать обычный цикл, там, for или while, но вы можете получить длину массива и, соответственно, получать какие-то, соответственно, данные вот из него и дальше там заполнять. То есть все, вы, грубо говоря, распарсили, как это называется, да, ну или, соответственно, прочитали входящие JSON сообщение какое-то и сформировали из него свой объект. Дальше вы, соответственно, с ним можете работать. Ничего сложного нет. В примере там я еще покажу, как преобразовывать данные обратно в JSON, но там это гораздо проще. На самом деле у каждого из этих классов, у object, у Array, есть на самом деле метод toString, то есть вы создаете такой вот объект, например, или Array, добавляете туда данные, а потом вызываете стандартный там Java метод toString, и он у вас сформирует, собственно, JSON-чик, который вам надо отправить на сервер. Вот. Ну, это все как бы хорошо, но сами понимаете, если, скажем, структура данных у вас очень большая и сложная, то есть ответ от сервера большой, скажем, у вас будет детальное описание пользователя, либо детальное описание какого-то компонента, где разные поля есть, скажем, URL, картинки, какие-то служебные еще поля там. Писать вот на каждый такой запрос, да, на каждую структуру данных вот такой обработчик, это на самом деле непростая задача. И самое главное, когда у вас вдруг поменяется протокол, а такое часто бывает, да, в него что-то добавляется, убирают из него, вам вот этот разбор придется менять и как бы быть тут аккуратным, проверять, что какие-то поля есть, каких-то нету и так далее. На помощь нам приходит сторонняя библиотека, она разработана, собственно, компанией Google, поэтому называется она на букву G тоже, и, соответственно, называется она GSON, да, обычно, да, чтобы не было путаницы с GSON, вот. И вот здесь на GitHub, собственно, она лежит. Но для того, чтобы вам ее в проект подключить, вам не надо скачивать какие-то исходники, JAR-файл отдельный, все, что вам надо, это ваш Build Gradle в зависимости, да, в секцию Dependencies прописать вот такой путь. Compile.com.google.code.gson.282. Ну, на сегодняшний день это самая поздняя версия, когда вы будете разрабатывать свои приложения, возможно, появится что-то посвежее, поэтому проверяйте. В принципе, можно вот это вместо двоечки указать плюсик, но я не рекомендую так делать, потому что плюс – это значит самая последняя версия, да, какая-то. Но иногда бывает так, что там API поменялся, вы к этому не готовы, и у вас сборка вашего проектора ломается, а вы не очень понимаете, что произошло. Вот. Использование GSON очень простое. То есть вы берете, создаете специальный объект GSON, потом ваш Java объект, скажем, мой тип, и говорите там, тут GSON, да, и, соответственно, преобразовываете ваш объект в GSON строчку. Или, когда вам надо распарсить входящие данные, вы указываете, к какому типу данных Java вам надо привести входящий GSON, и вызываете метод fromGSON, да, то есть вот всего ничего. Конечно, так просто вот все не работает. Вот эта библиотека GSON, она использует внутри рефлексию, да, Java Reflection. Она нужна для того, чтобы сопоставлять поля вашего класса с структурой данных, которая описана вот в этом GSON файле, да, и, соответственно, имена у вас должны тогда совпадать. Вот здесь указан чуть-чуть более сложный пример, как, соответственно, это происходит. Предположим, у вас есть класс User, да, и вот этот User передается по сети с помощью GSON. Это объект, и у него есть поля, там, логин, например, и ID. Это, соответственно, два, один строковое поле, а другое целочисленное. Вы указываете с помощью Java Annotation вот такие вот специальные слова Serialized Name, да, и Expose. Дальше, соответственно, вы делаете какой-нибудь класс, там, где у вас есть эти пользователи, и вот как вы их преобразовываете. Что вы делаете? JSON Builder, с помощью него вы потом создаете вот этот, там, какой-нибудь followers. Вот у вас User, это вот этот вот класс, там массив внутри, и, соответственно, вы помещаете внутри followers. Вот у вас вот этот список, который получится при преобразовании. Значит, вот теперь, собственно, вот об этих вот Serialized Name. Как я говорил, преобразование происходит данных при помощи Java Reflection. Если вдруг у вас имена полей не совпадают, да, то есть в файлике JSON, ну, в строковых данных, например, у вас логин, не логин, а как-то по-другому называется. Вот, или наоборот, вот здесь вы хотите не логин, использовать имя поле, а, например, ну, там, с большой буквы, я не знаю, через подчеркивание и так далее. Грубо говоря, поля вашего класса не совпадают с полями в JSON, да, их надо как-то совпоставить. Тогда вот вы используете вот этот вот Serialized Name, он указывает, какое поле, собственно, должно быть в JSON строковых данных представлений. Вот, и ID. Expose нужен для чего? Предположим, вы делаете какой-то класс, и вы при вот сериализации в JSON, да, при создании JSON, не все поля хотите, ну, как бы помещать в JSON. Вдруг у вас, как бы, объект очень большой, сложный, но при сериализации, да, при упаковке в JSON вам надо, на самом деле, там, только треть из них. Вы эти поля, которые вам нужны, объявляете как Expose, и при создании JSON, у JSON-билдера можно указать специальный метод Exclude Not Expose, по-моему, что-то такое. Вот, собственно, он будет исключать все поля при сериализации, которые не помечены как Expose, и, соответственно, вы сериализуете только ту часть данных, которая нужна. Вот, как бы, все. Вот эта вся работа с JSON, она очень простая. Вот. Теперь смотрите. Где-то здесь. Вот здесь я указал такой сайт, он вам поможет. json-schema-to-pojo.org. Значит, это такой специальный сайтик. Сейчас при создании, показе примера я его открою. Который что делает? Вот, как видите, здесь класс юзер очень простой, да, тут всего два поля. Как я говорил, бывает такое, что вот эта структура данных большая и сложная. И представляете, вам вручную создавать такой класс, ну, там, например, ну, не сотня, но 50 различных полей, или их даже 20, а там внутри еще какие-то объекты или еще что-то. То есть все это руками набивать, это сложно, и можно ошибиться. С помощью вот этого сайта, вы туда зайдете, можно генерировать java-код на основе либо готового джейсона, то есть вы его туда кладете и говорите, сгенерируй мне, пожалуйста, для джейсона вот этот java-класс. Либо есть еще стандартный, называется json-scheme, да, то есть схема джейсон. Это формат описания джейсона, да, как у вас джейсон, грубо говоря, должен выглядеть. Вы его можете где-то получить, можете составить сами. Иногда он полезен для того, чтобы валидировать джейсон, да, это делается, ну, чаще на сервере, проверять, что все поля там совпадают. Вот этот вот podjo сайт, он может из этой схемы тоже генерировать вам, соответственно, набор вот этих классов. Сейчас я вам в примере покажу, как делать. В общем, сайт полезный, я надеюсь, вы его будете использовать. Так, ну все, давайте начнем с примера. Так, первый пример у нас очень простой по работе с сокетами HTTP. Выглядит он так, сейчас мы запустим. Так, на эмуляторе. Тынь-тынь-тынь. Очень простой. Значит, тут всего три кнопочки, как вы видите. Значит, смотрите, что такое using HTTPS. Вот у нас загрузился какой-то HTTP через протокол HTTPS, да, то есть через защищенный. Вот, и тут пришли какие-то данные. Но это на самом деле HTML-страничка mail.ru. То же самое можно сделать с помощью сокета, то есть загружаем данные. Вот здесь в параметрах мы можем в настройках отключить HTTPS, да, SSL, и, соответственно, с помощью обычного HTTP все загрузить. Тут то же самое. Как вы видите, вверху показывается это заголовок, который нам пришел, и потом набор данных. Download JSON, он, соответственно, загружает какой-то JSON-чик. Но на самом деле мы посмотрим это немножко на другом примере. Теперь давайте посмотрим на сам код, чтобы вы примерно представляли, что вам придется делать. Смотрите, у нас есть, собственно, наша MainActivity. Код очень простой. У нас здесь, соответственно, создается, он create, устанавливается layout, там, toolbar, что такое, мы поговорим попозже. Вот, и потом создается здесь MainFragment, вот, который нам нужен. Дальше у нас есть наш этот MainFragment. Что он делает? Значит, тут вот кнопочки наши, которые мы получаем, да, вот это overHTTP, и через socket, и download через JSON. Давайте рассмотрим пример, когда мы что-то загружаем через HTTP. Соответственно, если у нас уже есть какая-то таска, мы ее отменяем и создаем новую. Я сделал такой класс, называется он HTTP Async Request. Он наследуется от класса AsyncTask. На прошлой лекции, когда вы там разбирались с потоками, вы уже познакомились, да, с классом AsyncTask. Это такой очень простой способ в андроиде выполнять какие-то асинхронные операции. Не самый рекомендуемый, но в данном случае он достаточно нам удобен. Значит, надеюсь, что вы помните, что самое основное — это метод doingBackground, который выполнится в фоне, да, то есть этот метод выполняется не в UI потоке, а в фоне у нас. И дальше у нас есть onPostExecute, который уже выполнится в UI потоке, и мы можем модифицировать как-то наш пользовательский интерфейс. Внутри вот этого AsyncTask'а есть класс HTTP Request, который на входе получает URL, который надо загрузить, выполняет request и потом сравнивает его с request.oc. Значит, смотрите, не забывайте, когда вы получаете данные по HTTP, проверять статус, да, это стандартный HTTP статус, который возвращает сервер. Все константы есть внутри вот этот вот HTTP Request, это вот тут вот он объявлен, ну, на самом деле здесь это OK, сейчас я покажу, на самом деле не здесь. Вот, вот здесь вот вы проверяете именно респонс-код от сервера, он есть, соответственно, внутри HTTP URL Connection, вот эти константы объявлены. HTTP OK у нас это код 200, если сервер вернул 200, значит все хорошо, если не 200, обычно что-то не так. Если диапазон внутри 300 ошибок, это обычно редирект, да, то есть сервер вас куда-то перенаправляет, то есть он сам не может выполнить эту операцию и куда-то вас перенаправляет. Если диапазон 400 ошибок, это обычно ошибка клиента, либо вы неправильный адрес указали, либо неправильный запрос сформировали, это диапазон 400 ошибок. Иногда неправильная basic авторизация, тоже там, соответственно, диапазон 400. Если диапазон ошибок 500, да, то есть начиная с 500, это серверная ошибка, это значит сервер вам не может ответить по какой-то причине, он упал, он сильно загружен, в общем с ним что-то все очень плохо. И, соответственно, эти параметры надо всегда проверять, не забывая. Значит, ну давайте вот, собственно, сам вот этот HTTP request посмотрим, он, только я развернул, достаточно простой. Значит, как на слайдах было показано, мы создаем URL, да, который у нас, соответственно, вот здесь был в конструкторе задан адрес. Потом мы, соответственно, берем connection, его открываем, устанавливаем метод get, что это запрос, устанавливаем тайм-аут соединения. Под дефолт он 30 секунд, насколько я помню, и это достаточно долго. То есть если у вас что-то пошло не так, да, например, сети нет или еще что-то, он может достаточно долгое время быть в подвешенном состоянии. При современных, как бы, сетях это уже достаточно медленно, да, ожидать 30 секунд, длительная операция. Обычно ее сокращают, ну, до 10-15 секунд. Тут я вообще поставил 5 секунд, да, в миллисекундах все, чтобы, соответственно, если что, долго не ждать. Соответственно, указываем, что если что, мы обрабатываем редиректы. Это значит, что если сервер нас будет с одного адреса на другой перенаправлять, чтобы это произошло автоматически. И дальше мы получаем response-код. Это, собственно, то, что нам сервер вернет при отправке ему get-запроса. Дальше мы проверяем, что это http.org, да, то есть сервер сказал, что все хорошо. Дальше мы, соответственно, получаем заголовки, получаем, соответственно, input stream, соответственно, читаем все необходимые наши данные. И формируем из этого, соответственно, вот здесь заголовки. И дальше, собственно, где у нас там еще output stream, а вот is. Закрываем, не забываем соединение. Ну, и тут куча, на самом деле, как видите, кетчей. И вот это, соответственно, обработка редиректов, да, куда нас сервер перенаправляет. Это если у нас произошел тот самый редирект 301, 302, полная ошибка. Вот, и, соответственно, необходимо вернуть эту ошибку. Вот, ну и тут всякие там сокет тайм-аут и так далее. Вот, ну, если у нас все завершилось хорошо, то мы возвращаем request ok. Ну, это просто наш служебный идентификатор, наша служебная константа, да, вот здесь они, соответственно, объявлены. Ok или директ. Вот, ну и, соответственно, где там у нас вот этот download JSON-a-sync. Соответственно, когда нам вернулся ok, мы, соответственно, эти данные полученные, вот есть метод getContent, который получает body и getHeaders, которые заголовки, мы их получаем, формируем из этого там строчку и ее, соответственно, возвращаем. Если вдруг нам вернулся редирект, то мы выполняем наш код еще раз, да, тот же самый метод, но по новому адресу. Потому что еще раз, если вернуться вот сюда, HTTP request, то вот здесь, когда нам сервер вернул ошибку 302, в поле заголовка location будет адрес сервера, куда нам на самом деле надо пойти. Вот, и надо запрос выполнить второй раз. Ну и все. Дальше у нас, соответственно, все там отображается на TextView. С сокетом все почти то же самое. То есть если посмотреть, вернуться в main activity и посмотреть, что происходит при нажатии на сокет, то у нас есть такой же сокет async request. Мы в него только передаем тот же адрес. И если мы проверяем у нас через HTTPS или нет, мы указываем 80 или 443 порт. Значит, если вы работаете с сокетами напрямую, то вам надо знать, по каким портам вам обращаться. И для SSL соединений стандартный обычно порт это 443, а, соответственно, незащищенный соединений это обычно 80 порт. Да, туда вам, соответственно, надо идти. Выглядит этот класс, ну, в принципе, достаточно похоже. У вас тоже async task. Внутри есть метод doing background, который выполнится, соответственно, в фоновом потоке. И, соответственно, там два метода. Выполнить либо дефолтное соединение, да, обычное, незащищенное, либо secure connection. Значит, с дефолтным все просто. Создаете сокет, потом, соответственно, input stream, output stream, что-то пишете, да, это обычно вот этот вот, соответственно, там адрес. Соответственно, слушаете output stream и дальше читаете input stream. Тут как бы ничего сложного нет. Если защищен, где он, то тут чуть-чуть года больше. Значит, вам надо, видите, создать специальный SSL factory. Из него получить защищенный сокет, да, который SSL socket. Специальный хост name verifier, который необходимо проверять, что у вас совпадает хост с тем, которым вы идете на самом деле. Вот. И потом дальше работа такая же. То есть SSL socket, он реализует такой же API, как и обычный сокет. Там есть такие же методы getInput, getOutputStream. Значит, про что, в принципе, надо помнить, если вы вдруг будете работать с сокетами. О том, что вот этот вот input и output stream вы можете обрабатывать в разных потоках. Как происходят обычно данные? Когда вы работаете напрямую с сокетами, вы создаете на самом деле два потока. В одном вы будете потом работать с input stream, в другом с output stream. То есть если вам надо что-то передать на сервер, вы в одном потоке, который работает с input stream, пишете, а когда вы ожидаете данные, вы, соответственно, в другом потоке, в output stream вызываете метод read. Этот метод, дело в том, что он блокирующий. Пока сервер вам туда что-то не записал, у вас вызов этого метода не завершится. Большая ошибка в том, что разработчики думают, что они могут в цикле пытаться работать с input stream и с output stream. В input они что-то пишут, из output они что-то читают. И в этот момент, собственно, происходит блокировка. Сервер вам либо не может ничего в этот момент вернуть, либо ему нечего вам вернуть. И у вас в этот момент, соответственно, этот поток блокируется. Поэтому в input stream пишем в отдельном потоке, в output stream читаем в отдельном потоке. Все. Тут, в принципе, все то же самое. Прочли, соответственно, в output stream, в строчку, все закрыли. Не забываем все потоки, да, input, output и сам сокет. И вернули результат. Так, JSON мы тут смотреть не будем. Сейчас посмотрим немножко по-другому. Есть второй пример. Он покажет работу как раз с WebView. Сейчас посмотрим его, запущем. Значит, ну, как обычно, исходники все будут доступны вам. Пожалуйста, все их посмотрите потом. Как, чего там сделано. Так, ну, опускайся. Значит, вот такое простое приложение. Оно у нас сделано для того, чтобы авторизоваться на GitHub. GitHub, я думаю, вы все знаете уже, что это такое. У него, на самом деле, очень богатый API. Там куча методов, и вы много чего от него можете получить. Если вы, может, будете делать свой какой-то проект на основе GitHub API, там много возможностей, что можно сделать. Значит, есть кнопочка логин. Когда мы ее нажимаем, у нас открывается WebView. Вот, как я говорил, она часто используется, да, для авторизации. Тут, соответственно, у нас логин пароль. Сейчас, тут я быстро. Эть. Мы логинились. Так. Все увидели. Так. Подвинь, подвинь. Во. Вот то, что здесь нам указалось, да, в всплывающем сообщении, это токен, который мы получили. После этого мы можем, на самом деле, получить, например, список фолловеров. То, что вот здесь отобразилось, мы сейчас разбирать не будем. Это расскажет Кирилл, что это такое. На самом деле, это то, что мы отправили в GitHub, и то, что обратно получили. Но самое главное, что у нас разблокировалось сквозь кнопочка Show Followers. Мы ее нажимаем, и у нас, как видите, тут всего два человека. Есть имя, тип данных, это тип аккаунта, да, юзер, и, соответственно, он админ или нет. True Files. То есть, как видите, компактная структура данных. Если мы посмотрим вот так, Show is JSON, то это, собственно, сам JSON, который нам пришел. Как вы видите, он, в принципе, достаточно большой. То есть, это, во-первых, массив, да, начинается он с квадратной скобки, и внутри у вас объекты перечисляются. И там есть всякие avatar URL, following URL какой-нибудь, ID, login, там, и так далее, сайт админ, и так далее. В общем, куча полей. Вот, собственно, этот JSON мы преобразовываем вот в такой простой структуре данных. Как это делается? Значит, давайте сначала посмотрим, что у нас с авторизацией. Так, так. У нас есть main activity, опять же. Она простая, тут только фрагмент, и создается login fragment. Внутри login fragment, а что происходит? Там, соответственно, кнопочка для логина, кнопочка для отображения вот этих фолловеров. И есть метод onActivityResult. Мы уже говорили на второй лекции о том, что когда мы открываем какую-то activity, мы часто хотим получить от нее результат. Здесь реализовано как? Мы открываем WebView в отдельной activity, там получаем данные, и она нам вернет в наш фрагмент, собственно, данные, которые она получила от WebView. Делается это через метод onActivityResult. В нем мы проверяем, что у нас совпадает requestCode, потом смотрим, что там result окей, то есть что-то нам нормально вернулось, и, соответственно, получаем тот самый токен, который нам прилетит, и отображаем его с помощью вот ТОС, да, всплывающего сообщения. Если resultCodeCanceled, то есть юзер нажал кнопочку назад, то мы об этом, соответственно, тоже пишем, что, соответственно, произошла ошибка. Вот что у нас здесь происходит, смотрите. Для авторизации в GitHub вам как раз понадобится так называемый клиент ID, клиент секрет. Их можно получить прямо на сайте GitHub. То есть вы заходите в настройки вашего аккаунта, заводите там специальное приложение, и можете получить клиент ID, клиент секрет. Без них у вас авторизация работать не будет. Если у вас возникнут потом сложности, где, как их получить, да, не заблудитесь, напишите в нашем чатике, мы вас с Кириллом направим, как это все-таки посмотреть. Значит, мы получаем из ресурсов клиент ID и клиент секрет, и дальше запускаем активити с этими параметрами. У вас вот веб-активити наш. Значит, внутри веб-активити у нас есть веб-вью, да, то есть там очень простой layout, вот он. Вот, внутри него только веб-вью, больше там, собственно, ничего нет. Получаем нашу клиент ID и клиент секрет из интента, формируем, соответственно, URL для авторизации, URL для, соответственно, получения токена и редирект URL. Ну, в данном случае это у нас как раз вот этот вот example.com. Этот, собственно, мы скажем GitHub, куда нас перенаправить после завершения авторизации. Значит, в методе onResume, что мы делаем? Мы устанавливаем наш собственный веб-клиент и указываем загрузить вот этот вот наш URL, да, это, соответственно, который формируется вот из вот этого адреса, да, aus.url, подставляем туда клиент и, соответственно, редирект URL. Теперь oaus.web.client, вот он такой. Он нам нужен для того, чтобы на самом деле обрабатывать вот эти вот, как я говорил, коллбеки, да, onPage started и should override loaded URL, то есть надо ли как-то перенаправить загружаемую страницу. Вот здесь все, собственно, происходит. Мы здесь смотрим URL, который к нам сюда пришел в реквесте. Если он начинается с example.com, то есть куда нас, собственно, перенаправили, то мы получаем из этого URL как раз access token, то есть внутри вот этого URL он будет начинаться с example.com, а дальше он будет дополнен, соответственно, нашим токеном. Вот, и после того, как мы получили его, мы его разбираем. Что он тут? У нас есть метод access token getter. Значит, авторизация, вот эта oaus, она обычно используется в два этапа. Бывает случай, когда вам сразу пришлют токен, да, такой более упрощенный вид. Вот, но классическая oaus 2 авторизация, она делается в два этапа. Собственно, чтобы было меньше вероятности перехвата вот этих токенов, используется второй этап. Вам сервер возвращает не токен, вам сервер возвращает специальный просто какой-то ключ, да, то есть теперь с помощью него вам надо на самом деле получить токен. Когда вы его получили, вы заводите там еще один вот здесь async task в примере, создаете URL, куда вы подставляете клиент ID и уже другой параметр, клиент secret, да, его не фигурировало еще раньше, он как раз нужен для большей защиты. Потом вы, соответственно, указываете, что вы хотите создать метод post, соответственно, do input, do output, да, и, соответственно, после этого выполняете ваш запрос. Получаете статус ok, что все хорошо, и уже, соответственно, из готового вам ответа получаете, собственно, токен. Токен, ну, вам представлен, видите, там, через имперсантом разбит, тут вы просто форматируете. Все, вот это на самом деле авторизация, и такой код на самом деле, ну, он почти везде один и тот же для большинства сервисов. Если вы вдруг будете использовать авторизацию на каком-то сервисе, можете смело использовать этот код. Скорее всего, его надо будет совсем немного модифицировать. Обычно только URL, по которому вы пойдете, и, может быть, там, клиент ID, клиент secret будет как-то по-другому указан. У нас на самом деле еще волнует JSON, да, который мы получали. То есть так осуществляется авторизация. После того, как у нас есть токен, мы можем делать так называемые API-запросы, то есть вызывать какие-то методы у сервера, которые нам доступны. Для этого, собственно, мы, например, как получаем наших фолловеров, кто за нами следит. Значит, есть еще один фрагмент, он там простой, кнопочка, да, там, которую мы получаем. Вот. И, собственно, что он делается? Здесь, видите, ну, он называется email request, тоже это async task, тоже выполняется в фоне. Сейчас я вот этот метод закомментирую, буду использовать вот этот. Позже мы расскажем, в чем отличие. Значит, и что у нас происходит? Мы делаем запрос, вот этот метод, getUsingURL. Вот мы сформировали, соответственно, наш запрос. Открыли connection, получили response код, да, и, соответственно, получили message. Дальше мы, соответственно, берем input stream, входящие данные от сервера, и нам их как-то надо преобразовать. Первое, что нам надо сделать, это из ответа получить response string. То есть мы входящий поток, да, вычитываем и формируем из этого обычную Java строку. Теперь нам эту строку, которая из себя представляет JSON, надо, собственно, преобразовать в наш тип данных, в наших фолловеров. Вот этот метод. Он такой же, как был на слайдах. У нас есть вот здесь список пользователей. У нас, соответственно, вот этот метод, который принимает на входе строку JSON. Соответственно, мы создаем JSON builder, создаем вот этот наш класс followers, и указываем, что преобразовать JSON в массив данных, это вот user, да, вот здесь, видите, квадратные скобочки, значит, массив будет. И массив мы представляем потом в Java Raylist, соответственно, и устанавливаем в наших пользователей. Все, вот этот компактный такой код, он преобразовал JSON в пользователей. Если вот сюда щелкнуть, то, как вы видите, тут очень много вот этих полей. Как я говорил, писать вот такой код самому, да, тут 200 строк, ну, это довольно-таки утомительно. Соответственно, как можно это сделать? Когда вы получаете какой-то запрос от сервиса, смотрите, я поставлю вот сюда breakpoint. Так, у нас под отладчиком подключено, теперь смотрите. Вернусь и нажму кнопочку еще раз. Так, оп, вот мы остановились на breakpoint, и нам пришли сюда данные. Если мы посмотрим в переменных, вот, собственно, тот JSON, который нам пришел. Видите, он начинается с квадратной скобочки, и потом пошел наш объект, и там с кучей полей. Мы берем, вызываем copy values, скопировали то, что нам пришло. Открываем вот этот сайт, да, о котором я говорил, JSON-схема. Тут как раз, в принципе, все то же самое. Вот сюда вставляем то, что нам пришло, большой объем данных. Указываем, для какого языка мы хотим получить, скажем, для Java, как входящие данные. Указываем, что это JSON. Если вы используете JSON-схему, то указываете, соответственно, схему. Соответственно, стиль, во что вы будете, в какой тип данных, грубо говоря, преобразовывать, говорите, что это JSON. Как видите, есть несколько еще библиотек. Тут куча флажков есть, которые можно по умолчанию оставить. Вот здесь свой package name. Ну, мы сейчас не будем указывать, да, вы можете указать сразу свой package name в вашем приложении, и класс, который вы хотите видеть. В нашем случае это, например, user. И дальше, соответственно, мы нажимаем кнопочку preview. Вот, собственно, код на Java, который у нас, да, савто сгенерировался. Если вас все устраивает и все хорошо, вы потом называете кнопку zip, и вы скачиваете прямо Java-файлы, которые вы можете прямо внутрь своего проекта получить, и все, у вас, собственно, готов биндинг между JSON и вашими данными. Все, как бы, очень просто. Вот. Если вам надо обратно преобразовать ваши данные в JSON, да, то есть вот этих пользователей, то, соответственно, что вы делаете? Видите, есть метод sJSON. Что он делает? Создает объект JSON-билдер, вызывает метод setPrettyPrinting. Для чего он нужен? Этот метод нужен для того, чтобы у вас были вот эти переносы строк. Да, если вернуться вот сюда вот, в пример, где он тут завершился, сейчас мы его запустим еще раз. Вот. Он облегчает вам, как пользователю, ну, как разработчику, просмотр вот этих данных. Потому что, когда это одна сплошная строка, да, например, вот как вот здесь вот сейчас, то, сами понимаете, читать вот такое сложно. Да, эта строчка очень длинная, там, соответственно, есть вложенные типы данных, там и так далее. Это разобрать сложно. Но все не бесплатно. Вот этот вот красивый формат, отформатированный, он обеспечивается за счет того, что вставляются переносы строк и символы табуляции. То есть у вас размер строки на самом деле увеличивается. Поэтому вот такой вот метод, сетпринтинг, не рекомендуется использовать там в релизе, а только при отладке вы его включаете, для того, чтобы посмотреть, что у вас все окей, а потом его убираете. Потому что серверу и клиенту на самом деле все равно. Есть там переносы строк, нету их там, есть там табуляция. Лучше, чтобы формат был покомпактнее. Ну и, соответственно, вызываете метод tu.json и передаете туда структуру данных, вот этих пользователей. И все, опять же, произойдет магия. У вас формируется, соответственно, строка джейсона. Собственно, так у вас все будет. Ну вот, собственно, наверное, тут это все. Я сейчас вам расскажу про более современные подходы работы с HTTP и про две библиотеки, которые, ну, наверное, сейчас являются наиболее распространенными библиотеками, которые применяются, собственно, в Android-разработке при работе с протоколом HTTP. Первая из них – это OKHttp. Это библиотека, которая была разработана компанией Square. Она очень популярна и не просто так. На самом деле у нее очень широкие возможности и очень простой интерфейс для работы. Она работает с пулом подключений. Таким образом, она достаточно эффективна и достаточно быстро обрабатывает входящие данные и исходящие, соответственно. У нее есть различные возможности по поддержке шифрований. Применяется прозрачное сжатие данных. Также есть очень удобные инструменты по восстановлению после сбоев, такие как повторы запросов, обработки ошибок соединений. Есть возможность настраивать различного рода тайм-ауты и так далее. Все это делается через удобный интерфейс. И еще один плюс – это возможность реализовать с помощью синхронного интерфейсов работы с этой библиотекой. Мы на примере посмотрим, собственно, синхронный вариант. А синхронный я покажу на слайдах. Как создать OKHTTP-клиент? Ну, создается он достаточно прост. У него есть конструктор без параметров, который создаст сконфигурированный клиент с параметрами по умолчанию. Если вам не нужны какие-то особенные настройки, то, в общем-то, все эти параметры в своих дефолтных значениях удовлетворят, наверное, большинство средних требований для работы с какими-то веб-сервисами. Если же вам нужна какая-то более гибкая и широкая конфигурация, то у этой библиотеки есть возможность использовать Builder. Это один из шаблонов проектирования. Он широко применяется, когда необходимо использовать какую-то конфигурую большое число параметров у объектов. И чтобы не делать какие-то сеттеры и геттеры, шаблон Builder, он как раз хорошо подходит в этих случаях. И вот в этой библиотеке также он применен. Соответственно, есть конструктор. Builder — это внутренний класс класса OKHTTP-клиент. Мы создаем объект Builder, и далее через вызов instance методов этого класса мы можем сконфигурировать соответствующие нужные параметры. В данном случае мы конфигурируем connection timeout, write и read timeout для нашего OKHTTP-клиента. Да, сам этот клиент позволяет настраивать общий timeout для подключения и раздельные timeout на чтении и на запись данных. Вот это бывает довольно удобно. Мы в своих проектах, соответственно, используем разные значения. Более того, мы можем конфигурировать их для каждого запроса по отдельности. Зачастую это делать необходимо, и делается это очень легко и просто. Больше того, сам метод создания нового клиента, он легковесный, и можно создавать новый клиент и конфигурировать его на каждый запрос, при этом не создавая самого instance HTTP-клиента. То есть мы переиспользуем соответствующие пулы потоков. Единственное, что применяется, новая конфигурация к ним. Вот это удобно, когда у вас, соответственно, множество различных конфигураций для различных каких-то API, либо для каких-то специальных обращений к каким-то частям вашего API или вашего сервера. Для того, чтобы выполнить запрос на сервер, есть специальный объект, специальный класс request. Как ни странно, здесь тоже применяется билдер, ввиду того, что request может иметь достаточно большое количество параметров и настроек. Ну, в частности, нам необходимо почти в каждом реквесте указать какие-то HTTP-заголовки и настроить какие-то параметры в заголовках. Нам необходимо указать URL, собственно, куда мы будем обращаться, чтобы получить наши данные, и указать метод. Вот это HTTP-метод, который, собственно, будет выполнен в рамках этого запроса. В данном случае мы конфигурируем пост-запрос и в методе пост указываем какое-то тело запроса, какие-то данные, которые мы отправим на сервер. Также здесь вот ниже пример, как можно настраивать заголовки для запроса. Это тоже делается через билдер. Собственно, довольно удобно. Метод принимает, собственно, значение заголовок, название типа и, собственно, значение этого типа заголовка, которые нам необходимы. Если сравнить это с URL-коннекшеном, то там, собственно, более общий метод, который добавляет просто property к URL-коннекшену, и, в общем, не всегда понятно, что именно мы делаем, добавляя этот property. Здесь, в общем-то, все достаточно однозначно. Ну и сам подход билдера, сам шаблон билдера, он характерен тем, что для того, чтобы сконфигурировать объект, нам необходимо вызвать метод build. И какой бы конфигурации мы не… и в какой последовательности мы не вызвали методы на билдере, метод build всегда возвращает нам валидный объект. И если соответствующим объектам, которые конструируются с помощью билдера, подразумеваются какие-то значения параметров, то метод build, соответственно, их выставляет там в какие-то значения, которые определены по умолчанию. Вот, поэтому если вы в своей разработке также будете применять подходы билдера, важно помнить, что вызов метода build, он всегда должен вернуть вам валидный, сконфигурированный объект, даже если туда не было передано никаких параметров. После того, как мы выполнили запрос на CRR, мы, соответственно, ждем от него ответ. Ответ тоже представляется объектом… объект от response. Он может быть вызван… вообще запрос может быть выполнен синхронно и асинхронно, и, соответственно, объект response может быть получен также различными способами. Синхронный вызов, он, ну, достаточно очевиден, это обычный вызов метода. Мы вызываем на нашем HTTP клиенте метод new call, передаем туда request, вызываем метод execute, и, собственно, в качестве возвращаемого значения мы получим наш объект response. Вот, это довольно просто, но здесь надо помнить о том, что этот метод будет вызван в текущем потоке, то есть тот, кто вызывает этот метод, он, собственно, заблокируется и будет ждать ответа метода execute, и вызывать… использовать этот подход в UI потоке, и, соответственно, неправильно. Более того, вот Юра рассказывал о том, что UI поток будет фризиться, но на самом деле там все еще даже сложнее. Если вы попробуете сходить в сеть из UI потока, то у вас приложение крышнется, с исключением, что доступ к сети и осуществляется из main потока. Вот этот подход хорош, когда вы вызываете сетевые запросы из каких-то бэкграундных или фоновых потоков. Собственно, это такой же вызов, как и синхронный вызов запроса, выполнение запроса через HTTP URL connection. Второй подход — это использование синхронного интерфейса. Соответственно, здесь есть… мы формируем такой же реквест с помощью метода new call и передачи туда объекта request. И далее вызываем метод enqueue, то есть мы добавляем наш вот этот вот объект callback в очередь на обработку соответствующих реквестов клиентам. Вы помните, я рассказывал, что там есть пул коннекшенов и пул потоков, соответственно, у нас наш запрос встанет в некую очередь, и когда он будет выполнен, то вызовутся методы нашего объекта callback. В данном случае он реализован с помощью анонимного класса, но, собственно, вы можете делать это как угодно. У метода callback есть два callbackа. Это два метода. Это метод onFair и onResponse. Соответственно, в первом методе вы обрабатываете ошибки, во втором методе вы обрабатываете, собственно, сам ответ от сервера. Придет он объектом response, у него есть различные свойства, такие как получить JSON, получить, собственно, сырой ответ в виде строки. В методе onFair придет, ну, соответственно, exception. И есть ссылка на сам вызов, объект вызова этого реквеста. Чем еще хорош OKHttp? Он из коробки поддерживает возможности аутентификации. Вы можете передать реализацию соответствующего интерфейса аутентификатор во время конструирования объекта OKHttp. У него есть соответствующий метод билдера аутентикатор. Довольно удобно. Единственное, что есть у него некое ограничение, он обрабатывает только ошибки с кодом 401. Что, собственно, происходит и как работает этот аутентификатор? Когда вы делаете запрос на сервер, то есть формируете ваш реквест, вызываете метод execute или enqueue, и клиент осуществляет запрос на сервер, то ему, возможно, вернется ответ с кодом 401. И тогда OKHttp клиент, он по умолчанию обратится в объект аутентификатор и попытается вызвать, ну, получить токен. То есть он передаст ему респонс и, собственно, передаст сам реквест, который вы делали для того, чтобы получить эти данные. И вы в этом методе можете добавить соответствующие аутентификационные данные для того, чтобы этот реквест выполнился с соответствующими учетными параметрами. То есть таким образом вы на своей стороне можете в каком-то виде или в каком-то случае не хранить информацию о том, авторизованно вы на сервер или нет, и не проверять заранее, существует ли у вас авторизация для данного запроса или нет. Если ее не будет, соответственно, вы ее добавите, когда вызовется вот этот метод на аутентификаторе. Ну, также это будет работать, если у вас есть токены, которые истекают, ну, у них есть какой-то TTL. И если у вашего токена TTL истек, то вам придет, соответственно, возможно, 401, если ваш сервер так настроен. Вы можете токен перезапросить, обновить и добавить его в запрос, соответственно, получить результаты с валидной аутентификацией. Но вот это ограничение, про него тоже надо помнить. Вот у нас, например, сервер может вернуть 403, и вот эта штука уже работать не будет. Поэтому, возможно, придется реализовывать какой-то свой инструмент перехвата ошибок и добавления аутентификации к вашим запросам. Еще один мощный механизм, который доступен в самой библиотеке, это механизм интерцепторов, ну, или по-русски перехватчиков. Что это такое? Это возможность как-то изменять реквесты до момента отправки, собственно, их на сервер и как-то изменять и контролировать респонсы, которые приходят к вам от сервера до момента доставки их до конечного клиента, который, собственно, этот реквест вызвал. По сути, это некие декораторы для ваших запросов и ответов. На данном примере здесь представлен интерцептор, который умеет логировать запросы и ответы, которые, собственно, мы делаем на наш сервер. Как это работает? То есть мы вызываем метод execute или enqueue, и этот метод начинает обрабатываться с библиотекой для того, чтобы, в общем, быть отправленным на сервер. И первый раз этот интерцептор вызовется до того, как он будет отправлен. Соответственно, мы можем изменить объект request, который придет нам в параметрах. Где-то он... Где-то он, в общем, там есть. Вот chain, да. И затем мы должны делегировать этот вызов, соответственно, chain proceed с измененным реквестом, и затем мы можем как-то обработать респонс, который нам придет в результате вызова метода chain proceed. Достаточно часто применяется, ну, в частности, вот для логирования трафика и контроля того, что у вас, собственно, там происходит. Также это может применяться для добавления тех же параметров авторизации в запросе. В общем, довольно мощный и гибкий инструмент. Ну, в частности, еще в нашем примере мы используем интерцептор, который позволяет добавить какие-то стандартные параметры к запросу. То есть, возможно, вы шлете какие-то дополнительные данные с каждым запросом для того, чтобы идентифицировать клиента, либо передать какие-то данные об устройстве. Например, там, модель устройства, версию операционной системы, версию приложения и так далее. Для того, чтобы ваш сервер всегда имел возможность как-то идентифицировать запрос с соответствующим, там, устройством или пользователем. Вот эти данные можно добавлять для каждого запроса с помощью подобного рода интерцепторов. Интерцепторов бывает несколько типов. Вот общий шаблон, он выглядит таким образом, что, ну, условно, у нас есть ядро нашей библиотеки и наши цепочки обработки реквестов и респонсов. Вот со стороны аппликейшена, это как раз интерфейс, с которым вы работаете, есть перехватчики уровня приложения, а со стороны сетевого слоя перехватчики уровня сети. Ну, и здесь где-то сбоку еще кэш, ввиду того, что сама библиотека умеет кэшировать ответы. Вот, как это используется и как это работает. Применяют, ну, вообще применяются они в разных, ну, в разные временные интервалы обработки реквестов и респонсов. Соответственно, интерцепторы уровня аппликейшен — это перехватчики, которые вам необходимо вызвать в момент, собственно, пользовательского интента этого запроса. Они вызовутся один раз на текущую сессию реквеста-респонса. В отличие от обработчиков, перехватчиков, которые могут быть добавлены на уровне сетевого слоя. Если в вашей сессии отправки запроса и получения ответа есть какие-то редиректы, либо какие-то еще сетевые операции, то, соответственно, сетевой интерцептор применится каждому запросу, который выходит на уровень сети. В свою очередь, аппликейшен-интерцепторы применятся и к запросам, которые работают с кэшом, чего не будет для интерцепторов, которые, соответственно, работают непосредственно с сетевым слоем. Ну, в общем, это основные различия. Поэтому если вам необходимо как-то обрабатывать именно факт похода в сеть и работать с данными, которые уже представлены в том виде, в котором они, собственно, отправятся на сервер, вам понадобится Network Interceptor. Если вам необходимо работать с запросами именно в контексте приложения, то есть когда пользователь хочет или пользователи вашего приложения хотят сделать какой-то вызов на ваш ремонт-сервер, в отрыве от непосредственно сетевой реализации, то это вот интерцепторы уровня аппликейшена. То есть вот такие разные контексты, соответственно, разная применимость этих интерцепторов. Ну, добавлять их тоже довольно просто. У билдера есть метод addInterceptor. Этот метод добавляет интерцептор уровня аппликейшен. И, соответственно, addNetwork Interceptor добавляет интерцептор уровня нетворк. Параметр интерфейс, который принимают они в качестве аргумента, он, собственно, один и тот же. Поэтому одни и те же интерцепторы могут использоваться на разных уровнях, там, в разных конфигурациях клиента, если, конечно, вам это необходимо. Вот. Собственно, вот эта библиотека, она сейчас используется по умолчанию в Android. То есть если мы посмотрим на реализацию того же URL HTTP Connection сейчас, то под интерфейсом URL HTTP Connection вы, скорее всего, увидите как раз вот такие вот классы и вызовы методов OKHTTP. Вот. Но для того, чтобы сохранять какую-то обратную совместимость, существует реализация URL HTTP Connection, которая доступна вам из платформы, из коробки. И, собственно, вы можете использовать ее. Но знаете, что внизу работает все на основе вот этих вот инструментов. Удобнее, конечно, работать с ними напрямую, ввиду того, как удобно и просто их конфигурировать и настраивать. И вторая библиотека, которая также широко применима в современной Android-разработке, это библиотека Retrofit. Сейчас существует две версии. Соответственно, Retrofit 2 — это наиболее актуальная и популярная версия. Ретрофит, ну, это, по сути, тоже какой-то в каком-то виде HTTP клиент. Что он делает? Он позволяет вам представить ваши API, HTTP API, в виде Java интерфейсов. И это круто. Это очень удобно, и это довольно сильно упрощает вообще работу с любым API. Ну, вот посмотрим на пример интерфейса. Вот, допустим, мы работаем с уже упоминавшимся сегодня GitHub-сервисом, и у него есть запрос, ну, есть URI, который нам отдает список репозиториев у пользователя. Для того, чтобы нам, собственно, сделать этот запрос, нам надо сформировать request, описать path вот этот вот, то есть, там, github.com, slash users, slash userid, slash repuls, выполнить request посредством HTTP URL connection, либо OK HTTP клиента, получить response, разобрать его, и, собственно, получить оттуда данные. Если мы берем Retrofit, то мы пишем вот такой интерфейс, объявляем здесь, собственно, конечный URL, куда мы хотим пойти, и называем этот метод каким-то образом. То есть, вот эта вот строчка, это обычный Java метод. И с помощью вызова вот этого метода мы сходим вот по этому URL вот с этим параметром, и, собственно, получен список репозиториев, вот list repuls. А что самое классное, нам этот интерфейс реализовать самим не надо. Он будет сгенерирован, соответственно, самой библиотекой. То есть мы написали одну строчку кода, ну, на самом деле, три, но формально это одна строка, один Java вызов, который у себя под капотом, собственно, сам сгенерирует все походы на сервер, установку всех параметров, которые нам нужны, разберет нам ответ и вернет его в виде поджа либо какого-то другого объекта, ну, обычного Java, с которым вы сможете работать. Он использует, как видно, аннотации. Это удобно, соответственно, писать много кода не нужно. И сам транспорт, сам инструмент, сам HTTP-клиент, который используется здесь, он тоже может быть сконфигурирован снаружи. То есть мы можем туда передать ок HTTP-клиент, который нам надо, и, собственно, конфигурировать его для каждого запроса. Можем использовать какой-нибудь другой HTTP-клиент. В общем, это все гибко настраивается с помощью тех же самых билдеров. В аннотации есть пять типов, а это, соответственно, пять методов, которые существуют в протоколе HTTP. Мы можем сделать методы get, post, put-delete, ну, и head. Вы вообще знаете про метод head в HTTP? Ну, на самом деле, это аналог метода get, вот, только он там не подразумевает того, что там вроде что-то вернется, то есть, ну, какого-то исполнца. Ну, им не пользуются, ну, довольно редко, в общем, применим. Обычно достаточно четырех вот этих методов. Ну, и, соответственно, есть CRUT, create, read, update, delete. Вот оно, их четыре буквы, они мапятся на четыре метода HTTP, вот, поэтому вот этот пятый, он такой, больше, наверное, служебный инструмент, редко применяемый в настоящих каких-то системах. Вот, но, тем не менее, среди аннотаций retrofit он есть, и вдруг, если он вам понадобится, то не надо будет писать свою аннотацию, что-то придумывать, можете заюзать уже готово. Да, в заголовках вам придут, соответственно, контент-класс. Да, ну, есть возможность передачи параметров в URL, и, собственно, также можно устраивать заголовки. Все это делается с помощью аннотаций. Ну, вот посмотрим первый вызов метода get. Да, мы определили аннотацию, что это метод get. Определили, собственно, URL, куда мы хотим пойти, то есть какой это конец на нашем HTTP API. Вот, а дальше список аргументов вот этого метода. Здесь интересно, что у, собственно, типа и объекта есть впереди некая аннотация с какими-то еще значениями. Это тоже один из удобных инструментов, предоставляемых, соответственно, библиотека retrofit. Вот мы определяем здесь некий path с параметром ID, и если мы посмотрим на, собственно, URL, то у нас специально, используя специальный синтаксис в виде фигурных скобок, есть такой же идентификатор ID. Так вот, вот между ними, вот этим вот объектом и вот этим значением будет установлено, собственно, однозначное соответствие. Таким образом, вот этот вот идентификатор подставится вот в этот запрос. И то, что мы видели в строке браузера, как групп, там, набор слэш набор цифр слэш юзерс, он, собственно, вот сформируется на основе параметра метода, который мы вызовем. И еще одна аннотация, аннотация query с, ну, под названием, ну, со значением sort и некая строка — это дополнительный параметр к нашему запросу. То есть у нас подставится ID в, собственно, сам URL и параметром get-запроса добавится значение этой строки. Очень удобно. И, собственно, из вашего клиентского кода вам нужно будет вызвать метод group list, передать там циферку и, собственно, метод сортировки. И все чудесным образом сформируется, появится строка запроса, и все будет работать. Второй метод — это метод post. Здесь также определен URL, по которому надо сходить и выполнить этот post-запрос. И в качестве параметра передается объект user, он помечен аннотацией body. То есть в этот post-запрос добавится тело запроса вот с этим вот объектом. Ну и еще один пример — это put. Довольно часто нам надо загружать на сервер фотографии или какие-то изображения. Ну, в общем, довольно большие объемы данных. Они, как правило, делаются с помощью мультипарт-запросов. Собственно, Retrofit это тоже поддерживает. С помощью аннотации мультипарт мы можем пометить этот запрос как запрос, который будет передавать большие объемы данных. И здесь также определяем специальную аннотацию part, в которой мы передаем, соответственно, наш контент. Ну, вот, в общем, два объекта мы в качестве тела в этот запрос передаем. Достаточно классно, ну, на мой взгляд. Интерфейс мы определили. Собственно, наш API представляет набор каких-то REST API методов. Мы написали вот эти наши Java интерфейсы. Нам теперь надо создать как-то объект, с которым, собственно, надо работать. И тот сервис, который нам будет генерить весь инструментарий, который под капотом будет обеспечивать нам выполнение запросов. Для того, чтобы создать этот сервис, у Retrofit внезапно тоже есть билдер. Вот, и в этот билдер мы передаем обязательным параметрам базовый URI. URL, базовый URL. Что это такое? Вот если вы обратили внимание на прошлых методах, там все URL-ы, они относительные. То есть не указывается, собственно, схема и хост. Для того, чтобы библиотека Retrofit смогла сформировать полноценный запрос со схемой и с хостом, это необходимо сделать, ну, передать эти значения, собственно, в билдере. И значение вот этого base URL добавится каждому запросу, который вызывается с помощью этого сервиса. Еще что мы могли заметить, когда мы передавали body в post-запрос, мы передали объект user и пометили его на рации body. Но при этом мы ничего не написали о том, как нам это body представить, ну, этого юзера представить в виде какого-то строкового представления, чтобы он попал в тело запроса. Для того, чтобы эта штука тоже сработала, в билдере есть специальные конверторы, и мы их добавляем в момент конструирования сервиса. В нашем, в данном случае мы добавляем конвертор factory на основе JSON, в библиотеке GSON. Мы уже говорили про GSON, и, соответственно, вот этот GSON, он возьмет объект user, превратит его в JSON и добавит его в тело объекта. Соответственно, эта же библиотека будет работать с респонсами, которые мы получаем от сервера. То есть к нам сервер отвечает JSON, и библиотека GSON применится для того, чтобы этот ответ, собственно, разобрать и представить в каком-то виде код объекта. В частности, вот когда мы видели на предыдущем слайде список юзеров, то есть лист и юзер объект, он тоже будет создан с помощью вот этого конвертера, GSON конвертера. Ну и далее, чтобы начать работать с нашим API, мы с помощью нашего Retrofit сервиса создаем непосредственно GitHub сервис, передавая туда класс интерфейса. И на этом объекте мы можем вызывать метод getusers и получать, собственно, наши объекты. А внутри это все будет работать с нашим удаленным сервисом, в частности, в нашем случае с GitHub. Давайте мы посмотрим на примере, как мы сделали работу с SOC HTTP в контексте приложения авторизации на GitHub. И, в общем, посмотрим, как это все там выглядит в сравнении с HTTP URL connection. Так, ну вот уже знакомый наш клиент, тот, который умеет через WebView на GitHub авторизовываться. Наш followers фрагмент, и вот мы здесь вот комментировали строчку и раскомментировали верхнюю. Вот верхняя строчка работает с нашим GitHub сервисом с помощью HTTP URL connection, а нижняя, собственно, с помощью OKHttp. Ну, давайте посмотрим на тот и на другой. Соответственно, вот HTTP URL connection, тоже, наверное, вы уже успели на него посмотреть. Мы создаем, открываем наш connection, все это под блоком tryCatch, создаем URL, открываем connection, вызываем метод connect и получаем response-код оттуда. Если там он окей, то что-то делаем с нашим респонсом. Ну, все вроде понятно. Теперь, как нам все это сделать с помощью OKHttp? Ну, для начала мы создадим объект request. Используем тот же самый билдер, передаем туда URL, указываем юзер-агента в заголовке. Не обязательно, но мы это сделаем. И забилдим наш request. Далее мы воспользуемся синхронным интерфейсом OKHttp клиента, сделаем new call с нашим реквестом, вызываем метод execute, получим объект response. У response есть метод isSuccessful. Ну, вот, например, в OKHttp мы там какой-то статус-ок придумали и проверяем с какими-то константами. Здесь у нас есть довольно удобный метод isSuccessful, который, собственно, нам из коробки вернет значение, успешный response был, ну, запрос был или неуспешный. И, собственно, нам не надо полагаться на какие-то константы. Соответственно, если запрос был успешный, мы делаем обработку наших данных. Объект response, он содержит довольно много всяких полей и данных касательно нашего реквеста. В частности, вот, есть объекты response body, есть протокол, есть код ответа, есть какие-то сообщения от сервера, которые нам были переданы. В общем, с ним, у него есть довольно много полезной информации, которая, в общем, нам самой библиотекой уже разобрана, и мы можем ее использовать и обрабатывать в наших обработчиках ответов. С вызовом метода, вызовом способа запроса на сервер через HTTP URL connection нам придется работать с этими данными самим. То есть сначала разобрать сервер-респонс и, собственно, из него вычленять все необходимые данные, которые нам нужны для того, чтобы вот их обработать. Дальше сам клиент. Соответственно, мы также используем билдер. Мы настроили тайм-ауты все и добавили логин-интерцептор. Вот если мы вот это все уберем или закомментируем, то это тоже будет валидный окружный HTTP клиент. И, в общем-то, мы могли бы его заменить просто вызовом одного конструктора без параметров, и все бы тоже заработало. Вот. Но мы добавили логин-интерцептор, и давайте посмотрим, что это такое вообще, как он выглядит. Логин-интерцептор. Он имплементит интерфейс-интерцептор. Соответственно, все интерцепторы этот интерфейс имплементят, и у них есть метод intercept. Туда передается chain, и возвращает он объект response. Ну, как я уже говорил, chain придет в качестве аргументов. Это запрос, который идет от, ну, собственно, на сервер. Response — это то, что мы получаем от сервера. Таким образом, вот этот интерцептор, он как бы декорирует и позволяет, пропуская через себя и request, и response, вы можете с ними что-то сделать. В нашем случае мы будем логировать. У нас есть реализация интерфейса iLogger, которая устанавливается через конструктор. В общем, мы получаем эту реализацию. Для того, чтобы выполнить запрос, мы на нашем чейне вызываем метод proceed, и туда передаем request. Для того, чтобы получить request, мы можем из этого чейна вызвать метод request и, собственно, получить сам объект request, который пришел к нам в этот метод. Соответственно, если у нас несколько интерцепторов применяются, то они последовательно будут обрабатывать эти request, и сюда придет тот request, который, возможно, был уже обработан какими-то другими интерцепторами. И, то есть, ну, надо так держать в голове, что, возможно, это не оригинальный request, который, собственно, был создан пользователем в момент вызова первого метода отправки запроса на сервер. Из request мы возьмем url и заголовки, и, собственно, добавим и fulllogger. А из response мы снова возьмем url, возможно, там были какие-то редиректы, и посчитаем там, что мы время, да, посчитаем. И покажем заголовки, которые нам пришли в ответе от сервера. Вообще, вот в этом примере мы авторизовались через webview, но оафф через webview применяется, ну, почти никогда, потому что есть более безопасный и удобный инструмент реализации такого способа авторизации. Вот, это просто обучающий пример не использовать в своем приложении оафф через webview. На самом деле, webview запустится у вас, ну, если вы будете использовать какое-то стороннее решение, то, вероятно, оно будет использовать webview. Либо, ну, вам в каком-то случае, наверное, придется это сделать, чтобы получить этот токен. Но старайтесь все-таки с webview работать меньше, ввиду того, что, ну, оно не очень безопасно в самом андроиде. Вот. Но, тем не менее, иногда бывает необходимо что-то сделать, и, возможно, даже у вас в вашем андроид-приложении появятся куски JavaScript кода, которые вы будете исполнять в webview и взаимодействовать как-то с сервером. Но это не точно. Так, ну вот, мы выполнили наш запрос. Он выполнился с помощью OKHTTB. И, значит, мы должны увидеть в логах результат работы нашего логин-интерцептора. Давайте проверим. Так, где лог-кат? Не, он прям в сексуе выглядит. А, он же, да. А, ну вот. Собственно, что мы тут видим? У нас есть вот запись из логера sending request, где мы указали URL. У нас есть заголовок user-agent техно-трек, который мы указали в качестве конфигурации нашего OKHTTB-клиента. Вам видно чего-нибудь? Нет в этом тексте? Вот. Вот наш URL. Вот наш user-agent. Это обработчик на реквесте. Соответственно, обработчик на респонсе, когда мы уже выполнили запросы, получили объект response. Вот ресивный response наш URL и заголовки, которые нам отдал сервер, собственно, в респонсе. Как видно, их тут, ну, гораздо больше. Вот это вот все, это заголовки в респонсе, которые сервер, собственно, нам подставил. Вот. Ну, это вы уже видели. Это, собственно, JSON, представление данных, которые нам прислал в JSON. Ну, собственно, вот. Вот про эти две библиотеки. Для того, чтобы ими пользоваться, этих данных вам вполне достаточно. Пользуйтесь ими. Они классные. Продолжение следует...